Угроза заморозков вроде как миновала. Расскажу, были ли они у нас. Сегодня мы снимаем защиту и покажу, как чувствуют себя наши лозы. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградостному виноделю. Зовут меня Светлана, я белок по образованию, виноградарь по призванию. С нами вращение винограда понятно и доступно. Приветствую! Я снимаю на дачном участке, но сейчас мы перенесемся на наш деревенский участок и покажу, что происходит у нас там. Это наш деревенский участок. Здесь у нас все было открыто, подвязано, но потом укрыто вновь. Честно говоря, ничего здесь особо не было. По заморозкам, единственное, вот здесь молодняк, мы его с земли не поднимали, не успели. И пока он был не укрыт, вот есть такое место, чуть-чуть понижение. Даже на камере может немножко видно, примерно посерединке шпалеры. И там пару почек прихватила именно на земле в одну ночь. Вот это еще тогда тоже было не укрыто. Ну и здесь все, что было подвязано, все с ним в порядке. Надоело смотреть прогноз погоды, надоело все это переживание, поэтому взяли и укрыли. Хотя, конечно, можно было не укрывать. И укрыли мы 20-го числа. Тоже там писали же комментарии, ай-яй-яй, 19-го придет Армагедес, но Армагедес на нашем участке не случился. Даже когда был день и выпадал снег, здесь не было ничего. Ну и укрывали, смотрите, вот, конечно, классно. Вот это вот дарнит метровый, плотность 250. Просто обернули вокруг шпалеры и пробовали защипами. Защипами не очень, обычный канцелярский степлер. Скрепили, ну и все. Здесь вот это наши одеялки, синтетический ватин. Вот так мы уже домиком делали, но тоже не самое лучшее. Система чуть-чуть по-другому, надо их вешать. Вот так. Ну, тогда вообще все классно, ни ветром не раздувает, ничего. Ну, где-то, где уже не успевали, а вроде как ночь была ай-яй-яй страшная, то пошли по старому способу, просто вот как белье навесили. Ну, повторюсь, что необходимости не было вот конкретно на этом участке. Все прошло замечательно. Вот смотрите, здесь расщепилась одеялка, да, и именно красивые зеленые почки. Ну, все, теперь уже открываемся. Здесь это сделать проще, потому что, напомню, все подвязано. Только снять укрытие, причем с дарнитом, опять же, все гораздо проще. Взял и снял с одеялками. Ну, чуть-чуть сложнее, надо будет походить. Конечно, вроде как на 5 мая, там, по разным прогнозам, у кого-то плюс, у кого-то не плюс. Ну, долгосрочные прогнозы, они такие, очень специфические и редко, когда оправдывают себя. Ну, лишь говорю, будем раскрываться, а дальше будем смотреть и надеяться, что все у нас уже прошло, да, и все будет хорошо. И вот у нас побежек русена янтарного, он же жемчуг запорожский. И на зиму не укрывался, вот так этот побег был оставлен, да, и сейчас не укрывался. Мы тоже видим, как все замечательно. Но надо понимать еще и особенности каждого участка. Этот участок у нас на горочке, он более солнечный, он достаточно защищенный от неблагоприятных условий. С севера достаточно много сараев, которые тоже так неплохо прикрывают. Вот горочка, которую я показывала, вот здесь у нас парк с северной стороны. Конечно, он тоже создает определенный микроклимат, да, но вот эта часть участка, вот где я стою, за моей спиной, она более продуваемая, соответственно, здесь, ну, скажем так, большая вероятность повреждений заморозка, нежели на второй половине участка, где с севера мы еще прикрыты и строениями. Ну, а теперь возвращаемся на наш дачный участок. Это наш первый участок, здесь наш старый виноградник. Я вам показывала, как я делала это укрытие на всякий случай от заморозков. И здесь мы открывали только вот эту часть и теплицу. Все остальное так и осталось под зимним укрытием. Вот так все это выглядит. Ну, и что происходило на этом участке по-деревенскому, я уже рассказала. Здесь тоже заморозка фактически не было. Одно утро, чуть-чуть, там в районе 6 утра был иний. И пару дней назад, когда еще было прохладно, был снег. Все, больше как бы ничего не было. То есть даже вот эти заморозки, ну, действительно можно назвать заморозками, это все были явления очень кратковременные. По сравнению с прошлым годом, когда у нас здесь стояла температура минус 5 всю ночь, когда замерзала вода в трубах, то нужно сказать, что ничего не было. Конечно, если бы наши лозы были открыты, то в теории они могли бы несколько повредиться. Ну, поскольку все было закрыто, то все должно быть хорошо. Но мы сейчас откроем, проверим. Пока пару кадров из теплицы. Здесь уже вот-вот можно будет все подвязывать. Ну, и здесь, конечно, папа включал вентилятор пару ночей на всякий случай. Скорее всего, что ничего бы не произошло, но была возможность, и поэтому мы подстраховались. Ну, вот смотрите, раскрываемся. Да, кое-где уже достаточно большие побеги. И даже вот такие. Тут уже нормировать пора. Вот как оно у нас все под укрытием растет. И, конечно, подвязать все это, ну, подвяжем как-нибудь. Ну, такое себе удовольствие. Ну, вот теперь уже у нас все это подвязанное. Ну, как видите, уже нормировку пора делать, да. Вот двойнички лезут, и уже достаточно большие побеги. Ну, не обходится без потерь, ну, что поделать. Что как сложилось, так сложилось. Но уже дальше держать под укрытием явно не получится. Даже вот, смотрите, побег зилги, да, двойник. И видны уже соцветия. И здесь на другой шпалере пока почки меньше, но тоже везде все проснувшись. И заглянем в пристеночек. Тоже, видите, все такое большое, немножко в контровом освещении. Так плоховато видно. Но пока что я еще не снимала это укрытие, просто потому что не успела. Вот, это же все с другой стороны. Тоже все довольно большое, но все в целости и сохранности. Пока что я еще сделала малую часть, потому что это занимает большое количество времени. Ну, в ближайший день до, надеюсь, справлюсь с этой работой. Ну, и, конечно же, будем надеяться на хорошую погоду. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку счет, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч!